Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Ведьмака 2. Убийца королей. В прошлой серии мы бродили, занимались всякой ерундой. Давайте-ка попробуем побегать в мугле немножко. Может там что найду. Я просто хотел вот сюда пробиться, блин. А сюда меня, видите, не пускают. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. На пенале просто. А-а-а-а. Да, через мглу мне не пройти. Понял. Понял. В прошлый раз я как-то поудачнее зашёл. Субтитры сделал DimaTorzok Мы собственно и продолжаем Я немножко изменил, кстати, закуп То есть я сильно потратился, сильно много продал Но да ладно Я взял отравленная зеликанская сабля Повкидал туда все, что у меня было Взял вот этот серебряный меч Повкидал туда пару камушков Вот это, кстати, вот Изгита Это очень дорогой камень Он за штуку, по-моему А продать его можно было за 200 монет То есть я его вставил в свой серебряный меч И поменял немножко стали Ну теперь, я думаю, мы можем отправиться Я, пожалуй, сохранюсь еще раз Потому как надо так И, блин, надо как-то придумать, как выбраться туда Шахтами может попробовать Хотя, по-моему, там не было способа Вообще никакого То есть либо перебраться через призрачное поле битвы Что очень сомнительно Либо как-то искать туда ход Я думаю, давайте попробуем через шахты Потому что по-любому что-то такое должно быть А потом уже будем думать Че, как, куда Такс Какие тут шахты-то есть Ну, вот эти хотя бы, да Я думаю, это прокатит Должно прокатить На Тупик Или не тупик На карте нарисовано, что не тупик Не, нормально Так, стык Аа Знаешь Я не думаю, что мы увидим конец этой истории Да, я тоже так думаю Вряд ли вы увидите конец этой истории Так, ё-моё Это реально вообще или нет? По идее, должно быть реально Открывай Ага Значит, вот так ларчик открывался, да? Понятно Ну ладно, че Хорошо Тут карта заканчивается, к сожалению Ладно, пойдем туда По-моему, там че-то было Ты серьезно? Геральт, ты че? Твою мать, воды боится Ладно Я там вижу Накеров? Не, разведчики Твою мать, твой мать, твой мать Твою мать, твой мать Хаидвенский черный меч А че вы прячетесь? Все, или может еще какие-то сюрпризы? Вроде нет Вроде нет Ладно, погнали Ой-ой-ой-ой-ой Ну и дофига ж вас тут вылезло А вот и руины Славно, славно Так, ну я-то знаю, где тут Знамя Бурый Харугвит Конечно, не здесь Сдохни ты, ну Дратва Че там было-то хоть? Ладно, хер с тобой, золотая рыбка Меч под названием Судьба 2026 Серебряный Хм Меч хорош Дратва Ладно Открывайте, ну Последний трупак же остался Ну И че там? Сукно Я ради сукна дрался Ладно, похер По-моему, это где-то в последний Да-да-да Где-то там Открывай Блин Ну Не хочу их лутать Потому что сейчас опять эти призраки Пановы лазают Может там и есть че-то, конечно, интересное Но Да блин Похер на этих призраков Давайте Залутаем Мм Железный рудак Не понял Не понял сейчас Так его сюда недавно положили, получается? У меня уже тут То железо Нет куда ложить даже Канаты Да блин Я думал, прокнет Ну Ну И ради чего я дрался? Ты серьезно? Не ради чего? Ладно, пошел в жопу Такс Давайте заберем знамя бурой хоробли И свалим отсюда Стоп Ну Ну Продолжение следует... Нормально. Приятно было с тобой поговорить. Окончим нашу беседу в другой раз. Убить призрака или обмануть его? Я никогда его не обманывал, потому что не знал правильных ответов. Но давайте-ка я сейчас выясню, ну и тогда покажу вам заодно. Так, ну чё, погнали. Вроде зазубрил немножко. Я служил в Бурой Хоругве. Может ты меня не помнишь, но я тебя прекрасна. Откуда бы? Я служил в Бурой Хоругве. Лжёшь! Я сражался с этим знаменем под Бренной и под Вергеном. Битва под Бренной. Все нордлинги плечом к плечу против чёрных. Приданцы под командованием Дерюйтера на правом крыле, на левом Тимерия во главе с Наталисом. Прекрасное зрелище, не правда ли? С Наталисом? Ты чё, серьёзно? Ошибаешься. Риданские полки заняли место на левом фланге, а Тимерцы встали в центре. И то верно. Возможно, ты говоришь правду. Спроси что-нибудь ещё. Скажи мне, ты должен это знать. Кто возглавлял войска Нильфгарда в битве под Бренной? Эээ? Мэннека и Горн. Я начинаю тебе верить. Мэнн Кои Горн. Гонщий пёс Нильфгардской своры. Великий полководец. Он ещё не раз пустит нордлингам кровь. Ты согласен со мной? Ха-ха-ха. Вообще-то нет. Смерть не пошла на пользу твоей памяти. Кои Гаорна нет в живых. Под Бренной он и погиб. Ты очень проницателен. Не дал себя провести. Я сам из Бурой. Может быть, ты и сражался под Бренной. Это было давно. Я мог тебя и не запомнить. А вот под Вергеном совсем другое дело. Я не отвечаю за то, что стало с твоей памятью. Ты прав. После смерти память начинает подводить. Стыдно признаться, но я забыл, кто командовал армией Микоидвена и Айдирна в битве под Вергеном. А ведь это был самый важный день в моей жизни. Последний. Вандергрифт и Зельдкрик. Дедмульт и Демавент. Хенцельт и Дедмульт. Да уж. Сложно, сложно. Зельдкерк со стороны Айдирна, а Ивандергрифт с нашей стороны. Хорошо. Не каждый об этом знает. Обычно думают, что выисками командовали короли или чародей. Ты, наконец, поверил мне? Я поверю, когда ты мне объяснишь, как тебе удалось выжить в битве под Вергеном. А? Почти вся Бурая полегла. Те, кто остались, отступили на юг. Огонь отрезал нас от остальных. Мы попали в лапы Биггерхорна. Помню этого наглеца. Ты доказал, что служил в Бурой Хоругве. Могу я забрать знамя? Зачем оно тебе? Оно поможет снять проклятие? Мне нет дела до проклятий. Оно не дает Хенцельту прийти сюда. Единорог вернулся? Он стоит у ворот Вергена. Благодаря тебе король сможет отомстить за Бурую Хоругвь. Знамя лежит в саркофаге. Возьми его. Там же лежит меч полковника Гондора. Он может тебе пригодиться. Спасибо. Где ты оставил своего коня? Здесь нет лошадей. Верно. Я бы с удовольствием выпил с однополчанином из-под Брэны, но я всего лишь дух и не могу пить водку. Скажу тебе, этого после смерти мне больше всего не хватает. Бедняга. Береги этот стяг. Я не выпустил его из рук даже после смерти. Победа. Меч Бурой Хоругви и Знамя. Давайте посмотрим, что за меч. 26-33. Неплох. Очень даже неплох. Давайте посмотрим, как он выглядит. Легкая, интересная сапля. Так. Так. Судьба. Верни мне, пожалуйста, мой меч. Воу. Воу. Кайдвенский. Ни хера себе. Блин, два слота и... Ничего себе. Кровопотери. Ну, у меня больше. Ну, у меня три руны в нем стоит. Ни хера себе. Черный меч. Славная штука. Прямые мечи мне намного больше нравятся, чем эти сабли. Ну, ладно. Если у меня найдутся еще пара камушков. Да-да-да. Ну, ладно. Вот так вот, в принципе, решается вопрос. С буро-хорубью. Довольно интересно. То есть, ну, для того, чтобы узнать эти все правильные ответы, мне пришлось погуглить. Подучить немножко историю от битвы под Бренной. Ну, да ладно. Это пять вопросов, которых можно либо узнать в том же гугле. Мейл дает ответы. Либо самому почитать историю, потому что история действительно этого места интересна. Так, буро-хорубь у меня уже есть. Че мне там? Какие мне еще предметы там нужны? Вечный бой. Затем поговорить с Филиппой. А вот где мне взять сам меч, это я хер его знаю. Потому что... Без понятия. Ладно, черт с ним. Давайте возвращаться... К Филиппе. Может, она нам че? Че валяешься-то тут? Уж она нам че скажет. Потому что, насколько я помню... Именно меч этого... Господи, где он? Вандергрифа? Его можно добыть только на поле боя. Если я, конечно, не ошибаюсь. Ну ладно. Сейчас попробуем поговорить с Филиппой Эйхард. Если у меня это, конечно, получится, возможно, она мне расскажет, куда мне дальше идти. Потому что никаких целевых указателей нет. А ты, любовь моя, веришь ты этой красавице? Так. Стоп. Че-то кругами я пожалую. Мы увидим конец этой истории. Мы всегда это знали. Гляди, веселей. Да, эльфы, хоть и привыкли к красоте. Хотя к какой красоте, они просто к ней стремятся, ё-моё. Рабы, ихнее нищебродское существование. Люди всё-таки странные. Сейчас это... И ты ещё почему? Приходит им время жениться. Так они начинают ходить вокруг, да? Такс. Где у нас Филиппа-то живёт? Вроде где-то здесь, да? Ну сейчас пойдём посмотрим. Вроде тут. Чего тут думать? Йорк? Ну как? Всё обдумал? Да я не знаю. Чего тут думать? Ты хотел поговорить? Да. Дикая охота, лето, шалоты, танцервиль. Да. Ну, расскажи про дикую охоту. Искусная чародейка вроде тебя наверняка многое знает о дикой охоте. Магическое знание не имеет ничего общего с крестьянскими предрассудками. Ни хера тебе предрассудки. Дикая охота не предрассудок. Да, действительно, существует такое явление. Я хочу знать о нём всё. Я никогда этим не занималась. Охота интересует меня не больше, чем природа воздушных смерчей или ледяного дождя. Короче, понятно. Ни хера ты мне не расскажешь, интересно. Ты слышала о какой-то ведьмачьей школе змеи? Нет. А почему ты спрашиваешь? Убийца короля носил медальон со змеей. Хм. Мальчишество и дур на вкусе. Наверняка он человек небольшого ума. Дура. Ладно. Пока мы не знаем, что это за медальон. Куда же нам идти дальше? Короче, давайте искать место силы. Потому что, блин, я так понял, что пока мне символ ненависти не получить. Я не помню, блин, где пройдёт чёртов меч в андергрифа. Ну да ладно. Блин, чё так лагает? Секунду. О. Так лучше. Так. Что же, что же, что же? Ммм. Нужно искать какого-то чёртового мага, который живёт где-то в ущелье. Я не помню, где это. Но я помню, что там были гарпии. Гарпии. То есть это где-то здесь, наверное. Туда нету смысла идти вообще, потому что там... Или вот здесь, да. Тоже такой вариант. Нельзя упускать. Хотя там водопад. Чёрт его знает. Давайте-ка сначала сюда сходим, потому что пока что это ближе. Если нет, то нет. Эту часть игры я помню довольно плохо, поэтому буду бродить как слепой кутёнок. Ну да ладно. Это ж всё-таки интересно. Изучать мир. Ведьмак третий обещает быть довольно интересным. Пусть он вспомнит девицу простую. Пусть он... Да, хреново, эльфы тут живут, конечно. Но им это нравится. То есть... Бороться тут за идею. Ладно, чё. Пускай борются. Я ж не против. Есть тут какие-то проходы, спуски. Вроде нет. Ну туда ж как-то можно попасть. Давайте перейдём реку, посмотрим. Блин, воду сделали так хорошо. Они дали возможности просто немножко поплавать. Это пипец. Это тупо. Да, тут не подняться. Куда тут ещё можно пройти? Сюда, я думаю, можно попасть только с той стороны. Эм... Ну да, получается так. Это всё, других путей нету. Ладно, чё, возвращаемся в Верген. Попробуем поискать этого мага где-то в ущелье Гарпий. Там, где мы встречались с троллем. Любовь моя. Веришь ты этой красавице? Да блин, по разнообразности диалоги-то. Но я не... Аж бесит. По скрипту проходишь, и они одно и то же долдычат. Не живой мир. Не интересный. По первым разам, да. Восторг. Прикольно. Классно. А когда проходишь там в десятый, двадцатый раз, это уже бесит просто начинать. О, чем ты торгуешь? Привет тебе, Ватгерн. Я рада новой встрече. Мы уже встречались? Ты спас меня на пожаре во Флотзаме. Не помнишь? А, да. Впрочем, это не важно. Это я перед тобой в долгу. Ладно тебе. Нет, я хотела бы отплатить тебе добром. Знаешь, я начала здесь новую жизнь. И я знаю, как тебя отблагодарить. И чем же? Ты спас мне жизнь. И по праву можешь вкусить наслаждение. Со мной. Конечно. Ты меня заинтриговала. У меня сегодня был тяжелый день. Ты пожар- И я на Français. А! А! А- 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 Теряешь форму, Геральт? В прошлой части мы перетрахали, наверное, доброе количество дам. А в этой что-то как-то... Вторая, по-моему. Так что там продаешься? Привет, ведьмак. Я рада, что смогла оплатить свой долг. Блин, это же рад. Я рада за нас обоих. О, у меня тебе есть подарочек на память. Вот, возьми. Это ключ? Он открывает вход на старую шахту. Мне он не нужен, а тебе может пригодиться. Спасибо тебе. Основатели? Интересно. Так, так, так. Так, 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 так. Ну, у тебя ничего, в принципе, такого нету. У тебя даже дратвы нету, по хорошему счету. Но это было здорово, девочка. Спасибо тебе. Такс. Ладно, чё. Пойдём искать ущелье. Пойдём искать ущелья. ФПС так просел. Так просел. Так. Так, ладно, давайте спускаться туда. Сгоревшая деревня. Но я тут вижу только растения. И кровь. Туда спускаться бессмысленно. Поэтому давайте искать старого колдуна. Я помню, он где-то с гарпиями был. Это было, блин, настолько давно. Что я хер его знает. Такс. Ну, вот какой-то дом. Может, это он? Ты не похож на колдуна. Вот именно. Задача специальна для тебя. Я знаю одного коллекционера в Венгерберге. Он хорошо платит за разные диковины, связанные с чудовищами. И от краба-пауков, сердца-накеров, это легко. Перья-гарпий. На хера? Понятно. И почему именно перья? Никогда не спрашивал. Есть такой заказ, вот и все. Возьмешься. Сколько я за это получу? Давай договоримся так. Ты принесешь мне несколько добрых перьев на пробу. Я тебе заплачу. И если мы оба останемся довольны, то дальше будем смотреть по обстоятельствам. Добре? То есть, нескольких перьев ему не хватит? На самом деле нужно больше, так? Скорее всего, да. Так что? Я не могу ничего обещать. У меня есть дела поважнее. Куда путь держишь? Двенадцать. Там внизу кто-то живет. Я хочу туда. Я думаю, мы их быстро тут набьем. Интересно, сколько их еще? Ну? 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 Слюна. Перья. Перья. Дратва. Идем дальше. Ни хера у вас тут. Идем дальше. Ни хера себе. Вы что, опалаумили совсем? Идем дальше. Кому-то гей, андратва. Хорошо. Там внизу точно что-то живет. Я помню. Сюда иди. Тейкс, тейкс. Блин, не то взял. Ну ладно. Сукно, дратва. Медальон дернулся. Да я в курсе. Тейкс, тейкс. И че, тейкс. Все, он дернулся. Те мерзкие офицерские штаны. Мы перегружены. Ну ладно. Давайте посмотрим. Броня плюс один. Ну, такие же. Легендарная вещь вообще. Эти тяжелые штаны я пожалуй выброшу. Все равно перевес. Ладно, держи. Тоже выброшу. Блин, мечи очень дорогие все у меня. Блин, я забыл еще свой продать. Вот дурак. Капкан, сколько весишь? Единичку. Нет, нельзя выбрасывать. Кейрон. Блин, дорогой, сука. Че, это сожрать можно что-ли? Че с ним можно сделать? Невозможно выполнить это действие. Наверное, мутаген какой сварить надо. Ну, это ладно, потом. Мне и выбросить в принципе нечего-то. Вот только мусор. Вот че такое? Проволока. Нахера она мне нужна? Это что? Ножны мча. Очень полезная херня, наверное. Блин, это все попродавать бы. Че это я тут затупил? Ай, черт, я ж не продался. То я думаю, че у меня денег так мало? Ладно. Черт с ним. Да? На. И тут ключ нужен. Вот сука. Ладно. Сколько у меня там перьев этих? Вообще все. Так. Знамя. Сукно. Медальоны. 23. Хм. Ладно, пошли отнесем. Че, правда вообще ничего с этим делать нельзя? Ух, твою мать. Место силы. Ух, твою мать. металлет neon. Там сверху вниз Keller пить. А как туда попасть? Вот блин. Интересно. Не. Бессмысленно. Ладно, пойдем сдавать перья тогда еще. Я, кажется, понял, где живет Мах. Я просто пока не знаю, как к нему добраться. Вот здесь вот он живет. А как мне к нему попасть-то? Это, по-моему, с той стороны мглы надо идти. А как мне это сделать, черт его знает. Потому что хер я пройду призрачную битву без совы. Ладно. Разберемся. Медальон. Зачем не так-то? Успокойся уже. Я принес перья. Добре. Ай-яй-яй. Великолепное качество. То, что нужно. Я заплачу за каждое. Хочешь заработать больше? Принеси мне еще. Договорились. Вот ты... Куда путь зяжешь? 60 перех, ты че епут зяжешь? Да. 60 это перебор. Символ ненависти. Но мне не покажет, где он. Ясно ж, понятно, правда. Поговорить с Сесилием Бурдоном. А, не. Но я знаю, в принципе. По-моему, его дает Саски. По-моему. Ну ладно. Давайте вернемся в Верген. Давайте-ка, пожалуй, на этом я закончу сегодняшнюю серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. Продолжим уже в следующей. Поговорим с Сесилием еще раз по поводу мест силы. По поводу этого меча. Ну, а пока на этом все. Всем всего. До новых видео. Продолжение следует.